Здравствуйте дорогие друзья и любимые подписчики! Вы на канале Турецкие Байки Сегодня будет совсем не байки Совсем не турецкие, а обо мне О моей религии Турции Я очень долго Отнекилась от этой темы Меня очень много подписчиков просили рассказать Как я пришла к такой жизни Но я все думала Да как бы рассказать так помягче Потому что я знаю, я чувствую пятой точкой Я словлюсь кучу негатива Потому что на любую Самую там Безвредную картинку с котиком Всегда приходит человек, который пишет гадости А здесь тема такая бомбящая Прямо бомбящая Все имеют большое мнение на этот счет Но я хочу напомнить людям Которые имеют сильно большое мнение Что здесь люди спрашивают мое мнение Об этом вопросе Поэтому всех белопальтовых Которые будут кричать мне Какая я безбожница Что еще будут кричать Как я предала свою религию Своих родителей Свой род Свои руны какие-нибудь родовые И такие случаются По гороскопу там ей что-то там предала Что я еще могла предать В общем всех предала Будут улетать в бан Потому что Ребятки, ну нужно как-то Сдерживать себя Если вам даже что-то не нравится Так уж получилось Что люди уверены Что именно их точка зрения Самое главное Самое важное И самое понятное Им непонятно Почему другие люди Не умеют Не поймут Что именно так надо верить в Бога А не как по иначе Даже среди отдельных течений Как христианство Или ислам Даже там есть разделение И люди уверены Что вот например Другой человек Он не настоящий мусульманин И наоборот Если он там что-то не делает Сами уже знаете Я знаю Погуглили Что много течений Среди этого всего контингента Находится некоторый процент Который считает Вот абсолютно считает Что нужно глаза скрывать всем Что нужно глупцам указывать на истину Часто очень в грубом варианте Они указывают на истину Ну что поделаешь На самом деле Неисповедимы пути Господни И только Господь знает Как нас наставить на истину Неисповедимы пути Господни Это христианская пословица А в Коране написано Что Господь Аллах Не приводит людей к религии Если он сам этого не хочет То есть по идее Если Господь не хочет Вас привести к какой-то истине Вы до нее не дойдете И бесполезно другому человеку указывать Может быть Господь не хочет Чтобы тот человек увидел истину Поэтому искренне призываю тех Кто указывает другим истину Прекратить это делать И отвечать только за свои поступки Еще что интересное Считается что Господь Это непостижимое уму человека Существо высшее Существующее вне времени Вне разума Вне пространства Везде и нигде И при этом всем Все всегда пытаются его Почему-то Придать ему пол Упростить Сделать Не он нас как бы создал По своему образу и подобию А типа мы его создали По образу и подобию Сделать его более человечным Это в корне неправильно Потому что мы никогда не сможем понять У нас разум слишком примитивен Для него Для высшего Но истинно верующие Которые верят Они всегда придумывают Какие-то свои ритуалы Способы поклонения И прочее Если брать Три основные Самые большие религии Это Иудаизм Христианство И Ислам Вообще-то мы все Друзья верим В одного и того же Бога Просто мы поклоняемся По-разному От того Что Как мы его назовем От того-то Высшее существо Не меняется Хотела вам показать Одну истину Вот посмотрите Это мышка Вот так мы ее видим Например Как видят ее иудеи Если ее повернуть Вот так вот Она уже облетает Другие формы Так например Видят ее христиане А если развернуть С другой стороны И как-нибудь боком Вот так вот Например Так ее видят в исламе А понимаете От этого Мышка не меняется Просто мы в темноте И видим только свет Падающий сквозь этого И только мы видим тень Поэтому как бы мы И все правы И одновременно Все неправы К этому же существует Притча Я не помню По-моему притча Слон и пять слепцов В темной комнате То есть Кто-то нащупал Хвост слона И сказал Что это как змея Кто-то нащупал Его уши Сказал Что они плоские Это крылья драконы И так далее Мы никто не можем Сказать кто прав Все равно Находятся люди Которые считают Что именно Они правы Вот как Слепец Который нашел Хвост слона И говорит Что это как змея И все остальные Безбожники И никто не понимает Его Потому что он же Щупал это Он нашел это И только он прав Это же все Пророждает Почву для вражды Они не такие Как нас Поэтому они Наши враги Не всегда Те кто не такой Как мы Враг для нас Даже в мелочах Вот даже в мелочах Например Одевайся Определенно Не одевайся Определенно Говори Определенно В христианстве Принято Не поминая Бога в суе В исламе же Везде И всюду Имя Аллаха Машала Ишала И все прочее Ну давайте С самого начала Что-то я много Философствую на тему Людей Которые не понимают Друг друга Вспомнились Древние египтяне Вот Нашла кое-что Интересное Про них Мертвые На пути в рай Должны были Пристать перед судом И 42 богов И каждый из них Должен был быть Назван по имени Церемония проходила В зале Двух истин Известным Как египетский зал Маат Где происходило Очень важное Церемония взвешивания Сердца Там брали сердце Человека И брали Перо Маат Богини И взвешивали Что больше Если Сердце было легче Чем Перо Маат Или был равный Такой же вес То душа Человека Могла жить И помогать В огромной мере Осирису Богу Если нет То он грешник И все такое прочее Вы понимаете Даже у египтян Каждый отвечал Только за свои Собственные дела И у нас И в наших Больших религиях Христианстве Исламе Иудаизме Все мы отвечаем Только за свои дела Даже где-то сказано было Что после смерти Язык твой Будет врагом твоим И все деяния И всю ложь Которую ты совершил Ты не сможешь сокрыть Все будет Предсказано То есть вы остаетесь Один на один С высшим Существом Которое вы не можете Постичь И он видит Всю черноту Вашего сердца Понимаете Ваши поступки Не кого-то Поэтому я Искренне Не понимаю Людей Которые пытаются Кого-то при жизни Гнобить Там Говорить Вот ты никогда Не попадешь в рай Вы почему Отвечаете за Бога Он же будет судить Не вы Этим грешат люди Вот правда Когда мы умираем Каждый из нас Будет одинок Каждый будет отвечать За свои дела Если вам кто-то Что-то навязал Это будет его грех А не ваш Поэтому не советую Никому ничего Никогда навязывать Это касается И запретов В определенных религиях Если вы видите Как другой человек Нарушает запрет Например В этой религии Очень многие Очень грубо себя ведут По этому поводу Кричат Что они безбожники Там это Но вы понимаете Что каждый человек Отвечет за свои грехи Если там В исламе Человек хочет Выпить вино Да Это его грех Собственный Но если вы На него будете кричать Что вы безбожник Вы себе тоже Грех заработаете Не стоит этим заниматься Сейчас Существует в религиях Другая проблема Очень большая Если соблюдены Внешние приличия Например Там У католиков Ты ходишь Исправно в церковь Взносишь пожертвования В исламе Если ты совершаешь намаз То считается Будто ты Автоматом Попадаешь В рай Если даже Ты Кроме всего этого Делаешь кучу гадостей Знаю людей Которые Вот мне Девочки же пишут С анонимными историями Про мусульман Которые там Молятся по пять раз На дню Это И при этом Обманывают Женщину По интернету Он прям Такой добрый Мусульманин Ну нет Конечно Еще была история Когда Женщину Он совершил Имам Никях Договорился Где-то Со священником Левый Какой-то Без брака Официально Он совершил Имам Никях И тоже Обманул Женщину Он добрый Мусульманин Нет Конечно Если Мусульманин Клевещен Друг на друга Или на другую Религию Они тоже Собирают Свои грехи Если вы Внешне Прям такие Праведные Это не значит Что Бог После смерти Вас не увидит Мне еще Когда я была В Оренбурге Одна из коллег Врачей Спрашивала Вот я встретилась С одним мусульманином Мне очень не понравилось Как он говорил Что можно В Рамазан Делать все Что угодно Ночью Потому что Бог спит И он не видит Это нигде Не записано Это вообще Такого не существует Вот понимаете Один человек Не понимает Религию Ислам А другой Ему лапшу Вешает И потом Вот это Накапливается Передается Из ушей В уши Из уст В уста Вот такая Вот чушь То есть Высшее Самое Непостижимое Существо Спит Ночью Именно ночью И не видит Как вы Творите Всякие гадости Ну правда Это такая Вот глупость Несусветная Бог никогда не спит Он вообще спать-то должен Или не должен Мы даже этого не знаем Поэтому Как говорится Паумфейс Рука-лицо Еще раз скажу Не очень Лицеприятные условия Один турецкий блогер Приезжал в Россию Это было лет Наверное 3-4 года назад Он популярный там блогер И На турецком Подходил к витрине С мясом Начинал на турецком Вот это вот что Там женщина Типичная наша Советская продавщица Такая вот Как я в теле Вся такая Это самое И он ей на турецком Ты продаешь свинину Ты сама Как свинья Он после этого Добрый мусульманин Даже если он Не ест свинину Вот какой из него Добрый мусульманин По делам судим По делам Ну и наши Любят Очень сильно Обзывать Девушек в платках Там все прочее Мы немножко подзабыли Вообще-то Во всех славянах Еще когда мы были В Киевской Руси И прочее Существовало понятие Просто волосы Если женщина С непокрытой головой То есть с простыми волосами Мы же раньше тоже Все в платках ходили И в церковь Мы до сих пор Платочки одеваем Разница Не сильно большая Просто вот этих Вот мелких традициях Но это не значит Что нужно унижать Другого человека За счет традиций Правда много наговорилась Ну теперь давайте Я собственно расскажу Как я искала Свою религию Поиск моей религии Был долг Моей семье Все не сильно религиозные Мама с Украины Она любит там Пасху На крещение Воду крестить И это все остается Как какой-то ритуал Непонятный И без всякого Мне еще ребенком Очень напугали Были наши Обыкновенные церкви Мама меня туда водила Она мне дала свечку И сказала Поставить за упокой души Я не помню кого Правда Что-то сейчас не могу вспомнить Я подошла И пытаюсь Поджечь свечку Подходит ко мне Бабушка Такая вот знаете Местная В черном Отбирает у меня свечку Я говорю Это моя свечка Я хочу за упокой Иди-иди Я сама поставлю Понимаете Она забрала у ребенка свечку Чтобы ее снова перепродать Затушила И положила ее туда же Где продаются другие свечки Просто тупо отобрала у ребенка конфетку Как говорится Это меня очень-очень Как бы расстроило И вообще Я потеряла весь Все доверие к религии Эти же бабушки страшненькие Набожные До сих пор еще Приходишь в церковь Они тебя там пытаются Или толкнуть попой Или выгнать откуда-то Типа ходят тут всякие Понимаете В церковь заходишь Если посмотреть на иконы Прочувствовать дух Вот Божий И все равно Они пытаются тебя выгнать Я не настолько прям грешная Чтобы на меня так реагировать Вот до сих пор Вот это вот осталось Дальше что со мной было Случилось Мне было Я не помню Лет 8-10 Мы с мамой поехали во Львов Там живет ее сестра Мы что-то были На лето там остались А я до сих пор была не крещеная Потому что В том месте Откуда я там Толком нормальной церкви Не было еще И вот Напротив нашего дома Там стоял большой Католический костел Католический Я помню там бабушка Что-то с раннего утра Наверное с 5 утра Я рано просыпалась И пока костел не откроется Стояла в дверях Молилась Почему-то такие вот Детские воспоминания остались Мне всегда было интересно туда И мама сказала Что мы пойдем И тебя покрестим там Я думаю Что она не особо Видела разницу В религиях В католичестве В православии И все впрочем Это был польский костел Я его так смутно помню Там было очень красиво внутри Что еще Там был очень красивый священник Правда такой молодой человек У него Вот знаете Ну как в фильмах Очень красиво Я практически Маленькая девочка В него влюбилась Что он меня поставил там в тазик Не полностью раздевали Ножками Что-то там Ну как надо все делали Надели на меня крестик Он мне надарил Кучу и кучу Красивых картинок католических Там Иисус Христос Что еще Дева Мария Очень красивые такие открытки Рождественские Прям вот такую кипу Собрал и надарил Просто Ну чтобы на памяти Я не знаю для чего Еще была проблема Что у меня не было крестной матери Там И маме там срочно Надо было где-то найти Крестную мать Кого мы там поймали Точнее говоря Моя мама поймала Она поймала Какую-то полячку Я не знаю ее имени До сих пор Нет Моя крестная мама Где-то в Польше живет Она набожная Вот настоящая Это после Мама отдала все адреса Все-все Она мне долго писала Но из-за моей мамы Эта вся связь Прервалась Потому что Моя мама считала Что слишком много Она в меня религии Впихивает Она мне прислала Католический катехизис Всякие картиночки Детскую библию Прислала Где-то на русском Нашла Такую красивую Там вот Самаритянин Был про Иисуса Все-все красивое В картинках Это была моя Самая первая библия Очень даже мило В катехизисе Были вещи Типа Почему мы едим Кровь Плоть Христову Кровь Христову Еще какие-то Вот такие вот Понятия Она пыталась Меня ввести В эту религию Я это все читала Мама мне не запрещала Читать Но особо Она мне не объясняла Что поняла Я то поняла Мимо меня прошла Эта красивая Католическая религия Хотя может быть и зря В более взрослом состоянии Когда-то я была Наткнулась на Эту мою детскую библию Спрятанную мамой И большую библию Ветхий завет Мне было тогда Наверное 16, 17, 18 Не помню Я решила ее почитать Да В этом неокрепшем уме Я начала ее читать Это было что-то Страшное Правда Такого количества Инцеста Убийства И всего прочего Как написано В Ветхом Завете Я никогда не видела Я читала ее Как книгу ужасов Знаете Вот как фильм ужасов Просматриваешь Там короче Сначала Все породили Друг друга Неизвестно как От кого Потому что По идее Это первые два человека Были А потом Как они Со своей матерью Евой Или что В общем Эти вопросы у меня Дико Подняли интерес К религии Как Че Потом Вот этот Там описывается Содом и Гамора Когда вроде как Все там Такие плохие Извращенцы Господь их всех Побил С помощью своего Ангела А потом Выжил только Старик со своими Двумя дочерьми И им надо было Размножаться И они возлежали Каждый из них Со своим отцом И потом Назвали своих детей Сын моего отца Вот Это тоже Сильно повлияло На мой разум Вообще Ни черта не понимают Че за фигня Происходит Но я решила Это все дело Просто оставить На самотек Может быть Когда-нибудь Разрешится И прочитала Я Новый Завет Новый Завет Конечно же Добрее Очень даже Хороший Прочитала я Пару Евангелий Сравнивала их Кто как В общем-то Показалось Что действительно Новый Завет Это хорошая вещь Интересная С милосердием Со всем прочим Очень мне понравилось И как-то опять же Я осталась Ни туда Ни сюда Но Вот эти вот Вопросы С инцестами С убийствами Что получается Что Бог В прежние времена Был очень жесток И вырезал целые селения Если ему Как сказать Не поклонялись А почему он Тогда сейчас Этим не занимается Или он Тайно как-то Вот Войны насылает В общем Большие-большие Философские вопросы У меня оставались На то время Я решила потом Перечесть все религии И Конечно же Захотелось Понять Коран Натолкнулась Московский Переводить Натолкнулась 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 Она мусульманка, я смотрела ее всю программу, все, но она не покрытая. И правильно, она всегда в деловом костюме с красивой стрижкой. На кого вы вожделяться вздумали? На лидера партии? Вот если она покроется, я сразу следом за ней. А пока она для меня показатель того, что турецкая женщина может быть не обязательно покрытой, может быть и религиозной, и деловой. Она умничка. И так вот, мы вернемся к Валерии Прохоровой, ее переводам смыслов Корана. Запомните, что правильно нужно говорить не Коран, я читала там на русском, а переводы смыслов Корана. То есть Коран, он существует только в одном варианте, он на арабском. А смысл его многие переводили. Ее очень многие критиковали, там все, но она перевела идеально. Она перевела это так, как он есть в стиле Корана, высокопарного стиха. То есть, это надо читать, я не могу вам рассказать. Это вот ты читаешь, и у тебя сердце проникается. Может быть, своими вот этими словами я еще кого-то приведу к исламу. Но это надо прочесть, правда. Там много мудрости, много мудрого, правильно описанного и теми словами, которые задевают душу и сердце. Сильные фанатики, всю мою жизнь, любые фанатики меня отпрощали от любых религий. Но то, что там написано, о том, что ищите истину, не верьте просто так. Вы должны видеть. Я действительно вижу дела Господни везде и всюду. Именно из-за того, что там написано в Коране, я захотела стать мусульманкой, меня потянуло. Как я приходила к исламу, я его просто приняла сердцем. Некоторые здесь, ну, как обычно, самоутверждаются, что нужно обязательно покрываться, идти в мечети. Там дядечки, ну, вот прям дедовщина, знаете, какая-то. Что там есть главный дед, и ему надо сказать заветные слова. Нет. На самом деле, любому мусульманину ты можешь сказать заветные слова. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. И тогда ты становишься мусульманкой в сердце. И, как я сказала, за все свои вот эти действия я буду отвечать за пределы моей смерти. И те, кто говорят, что я не мусульманка. Человек вправе решить. Это не студенческое тайное общество, понимаете, где вы должны совершить какой-то определенный ритуал, и тогда вас примут в это общество. Это вы должны принять веру сердцем. Сердце и душа. Я не принимала никогда Коран для показухи. Вот мне кто-то из подписчиков писал, что я не похожа на мусульманку. Я и не должна быть похожа. И мусульманки — это не внешний показатель. Это состояние души. Ты веришь сердцем, так же, как и христианин, по-своему. У меня не должно быть каких-то определенных внешних атрибутов. Это делается не для людей, не для показухи. Вера. Вера в сердце и в душе. То, что не видно человеку, то, что считывает самое главное существо Аллах. У меня есть маленький, конечно, фетиш. Можно сказать, не все любят его, кто-то любит. Некоторые мусульмане прямо говорят, что нравится им. Это мой кулончик с именем Аллаха. Я его сделала на заказ перед тем, как уехать в Туццию. Он из золота. Золото не для того, чтобы выпендриться. Я вообще-то маленький хотела. Мне его что-то как тарелку сделали большеватую. Но там мастер хотел просто побольше золота. Он мне тоже сказал, что я не похожа на мусульманку, короче говоря. Так вот. В принципе, не нужно наносить никаких атрибутов, типа месяца со звездой или еще чего-то. Не нужно. Это все в сердце. Вот у крестьян принят крестик, а в исламе нет, не принято. Но я все равно его ношу. И я думаю, что ношу не зря. Давайте на этом моменте немножечко прервусь. Потому что я уже на полчаса наговорила. В следующем видео я расскажу про своего мужа. Как он из ислама пришел в католичество. Как мы с ним встретились по этим всем вопросам. И как у нас вообще все получилось. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока-пока.